Вступивший в должность президента России Владимир Путин особый акцент в своих программных предвыборных статьях делал на вопросах демографической политики и поддержки многодетных семей. По мнению главы государства, несмотря на все усилия правительства и прогрессивные законодательные акты, этой ячейке общества сегодня уделяется недостаточно внимания. Президент предложил территориям, помимо федеральных, вести дополнительные региональные программы помощи семьям с тремя и более детьми. Об опыте Оренбургской области в этом направлении материал Марии Алексеевой. Крепкая многодетная семья в России всегда считалась залогом благосостояния страны. Сегодня непредсказуемость развития экономики и уровня доходов семьи заставляют людей более ответственно подходить к вопросу планирования количества детей. Однако государство уверяет, тем, кто вытаскивает Россию из демографической ямы, стоит рассчитывать на реальную помощь. Государство должно создать такие условия, когда у граждан появится психологическая уверенность в завтрашнем дне. О чем мы сейчас говорим? Молодая семья должна знать и гарантированно понимать, какой будет уровень достатка в семье, когда идет процесс воспитания нескольких детей. Молодая семья должна знать, где они будут жить и что у них есть собственные жилищные условия. Молодые родители должны знать, что будет обеспечено возможность детского сада или там другого дошкольного учреждения, где ребенок будет получать необходимую образовательную, воспитательную базу, а родители смогут профессионально самореализовываться. Вот есть несколько направлений базовых и если государство создаст условия для их реализации, то мне кажется, ни у кого, в молодых семьях не возникнет вопроса, почему там не рожать второго, третьего, четвертого ребенка. В семьях, где растут трое и более детей, есть много сложностей, но и преимуществ достаточно. Однако общество редко разбирается в деталях, ограничиваясь сложившимися стереотипами. Отсюда и формируется полярное отношение социума к многодетным или «зачем столько» или «молодцы, рожайте». Я сама один ребенок в семье и, соответственно, хочу тоже одного ребенка. Но это сугубо мое мнение, потому что, общаясь в интернете с другими мамами, была очень удивлена тому, что в действительности большая часть хотят как минимум двоих детей и еще больше за многодетные семьи. Это для меня было таким открытием. Я за многодетные семьи, я не то чтобы за три ребенка, я за пять детей. Государство здесь ничего не сделает, здесь должно это идти изнутри, из души. Если женщина хочет, чтобы у нее было пять детей, они у нее будут. Чаще всего семьям, где растет много детей, ставят в упрек невозможность их достойно содержать или вообще сводить концы с концами. Однако сегодня многодетное родительство сознательно выбирает все больше состоятельных людей. Знаю достаточно много очень хорошо обеспеченных семей многодетных, где есть по четыре и по пять детей, и, в общем-то, всем всего хватает. Создание максимально выгодных условий для каждой многодетной семьи – один из приоритетов социальной политики современной России. Речь идет о конкретных мерах, на деле доказывающих заинтересованность государства в стабильных демографических перспективах. Это и льготы по коммуналке, по лекарственному обеспечению, бесплатному проезду и питанию школьников, федеральные и региональные материнские капиталы. Основная проблема многодетных семей – недостаточное количество собственных квадратных метров или их отсутствие. Материнский капитал призван помочь в решении квартирного вопроса. В семье Калачаровых растут три богатыря – Андрей, Максим и Денис. Братья практически неразлучны, несмотря на то, что самому младшему всего несколько месяцев. Старшие с удовольствием помогают маме Юле ухаживать за ним. Достойную помощь многодетная мать получает и от государства. Когда я забеременела, я была даже не в курсе, что помимо федерального материнского капитала существует еще сертификат на социальную помощь от региона. И мы сразу с мужем начали планировать, куда мы будем использовать эти деньги. Мы решили все наши сбережения, в том числе и вот этот материнский капитал, использовать на покупку недвижимости, а точнее квартиры для наших детей. На региональном уровне в Оренбурге предусматривается еще одна возможность использования средств материнского капитала – на обучение мамы. Зачастую женщина, находясь в декретном отпуске, она может потерять место работы, либо нужно поменять квалификацию. То есть, поэтому это как нельзя кстати. В 2011 году в нашем регионе принят закон о бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. Я считаю, что для той семьи, которая действительно всерьез занимается своими детьми, и есть желание построить, либо улучшить свои жилищные условия, это весомая поддержка. На сегодняшний день 2400 семей заявили о своем праве на землю. Оформили это право 1800, и уже 415 многодетных получили земельные наделы. В их числе семья Алексея и Дарьи Ноздриных. Они уже решили, как будет стоять дом, где лучшее место для пруда и детских качелей. Дело за малым. Если бы нам еще субсидию выдали на строительство, так вообще бы мы были бы рады-рады. Но мы на всякий случай обратились в комитет жилищной политики, встали на очередь. Сегодня людям, создающим большую семью, уже не приходится в одиночку бороться с материальными трудностями. Государство действительно готово поддерживать многодетных. Но правда еще и в том, что значительная часть общества не хочет воспринимать такие семьи как норму. Социуму пора повернуться лицом к главному ресурсу российской демографии и понять одну простую вещь. Именно дети – основа благополучия нашего общего завтра. Субтитры создавал DimaTorzok